Включил и увидел эту картинку на телефоне, еще в своей постели, где Путин говорит, что мною было принято решение начать свою операцию. Ну, это самое мерзкое, что я видел. Расскажите о себе. Меня зовут Дима, я музыкант. Я из Саратова, где-то почти с 19 лет до 34 я прожил в Москве. И занимался музыкой все время, плюс-минус. Писал стихи, сейчас начал даже прозу писать немножко. И на русском, и на английском. И как-то для себя вот этот проделывал путь. Сто раз с этой дороги сам сворачивал, хотел заниматься одним, то другим, на какие-то простейшие работы устраиваться. Но что-то так у меня ничего из этого не вышло. И в итоге я, в общем-то, и проложил этот путь профессионального музыканта. И как-то вышло, что карьера сложилась. По крайней мере, со стороны, наверное, так оно и видится. Изнутри, конечно, совершенно невозможно так произнести вслух эти слова. У меня сложившаяся карьера музыканта. Каким был для вас день 24 февраля 22 года? Ну, никто не верил. Мы репетировали с группой, с нервами. До этого, я не помню, почему, что-то вот мы собирались на репетиции. И были разговоры, что будет, не будет что-то. Никто не верил абсолютно. И я помню, как я проснулся утром, и вот это все увидел. И друзья мне сразу же ближайшие написали. И все позвонили. Все чаты заполнены. Просто ужас. Это самый ужасный день в моей жизни абсолютно. Я помню, как вот, я посмотрел, это самые мерзкие слова, которые я слышал. Самая мерзкая картинка. Знаете, есть разные трэш-видео, как кому-то там, что-то, какое-то ужасное насилие совершается. Но самое мерзкое, это когда я вот включил и увидел эту картинку на телефоне еще в своей постели, где Путин говорит вот это, я, мной было принято решение начать вот эту свою, вот эту операцию. Ну, это самое мерзкое, что я видел вообще абсолютно. И день я этот помню отлично, тоже потом. Мы, а я пошел в этот, в торговый центр «Коламбус» на Пражской. Я приехал купить баллончики. Мы пошли, потому что с моими друзьями в этот вечер и на следующий, и потом рисовали на стенах. Или это был один вечер, вот это я не понял. Писали надписи, там, против войны в Чертаново мы жили и списали там все стены. Потом, только через несколько дней, стало понятно, что это приравнивается, по-моему, к экстремизму. Или к какой-то форме вандализма такой наивысшей. И что-то такое подстатейное дело нехорошее. А мы там все разрисовали уже, фоткались еще с этими надписями, но себя не выкладывали, но надписи выкладывали. В этот же вечер у нас собрание было с группой. Все вот с такой головой, конечно, думали, как-то... Ну, это, конечно... Вот у нас есть директор Даша, она, конечно... На нее свалились все обязанности по покупке билетов, потому что в группе половина состава музыкального украинца, половина россияне, и, конечно, украинцам надо было уезжать как можно быстрее. Ой, я еще помню... Вообще в этот день было несколько еще у меня встреч, и я все их очень хорошо запомнил, как-то вот я успел увидеть много людей, и никто не понимал, что происходит. Но очень многие уже поняли даже, куда поедут. Но что происходит до конца не было понятно. Ну, ужасный день, тяжелый, и все, конечно, так вот разрезалось, разделилось на до и после. Выходили на митинги. Я же уехал-то из России в 23-м году только, и мы весь 22-й год ходили и на антивоенные эти митинги. Подруга моя ближайшая, моя бывшая жена Варвара выходила. У нас с ее парнем, с моим другом, с Игорем, висели административки еще с митингов прошлогодних по Навальному. У нас, короче, был план. Значит, Варвара идет, так как ее тогда не задерживали. И она, то есть мы переживали, что эта административка, эта статья, она переквалифицируется в уголовную, если второй раз. Соответственно, мы подумали, как? Вот мы сейчас идем, значит, я, Игорь, значит, брат Варвары. То есть бывшая, идет девушка на митинг, бывший муж, значит, с ней парень и брат. И план такой, сейчас она встает в пикет у посольства Украины. У нее было сердечко, нет войне. И ее задерживают, понятно, я еду с ней в отделение. Парень ездит домой собаку кормить, а этот брат едет мать успокаивать. И все так и сложилось. Потом были митинги против мобилизации еще. На один я ходил в одиночку, на другой мы ходили вместе тоже почти той же компанией. Ужасно это все было, конечно. Ну, это просто жуть. То есть ты идешь на этот митинг, и ты расстаешься с жизнью буквально. Ты понимаешь, я же еще на протяжении всего года мы с нервами ездили в туры в поддержку Украины. И то есть для меня попадание в какую-то такую историю, когда тебя задерживают, уже означало все. Это такой сладенький кусочек был для них, лакомый, что там все можно. Там только открываешь телефон и там все вообще. И демонстрацию украинской символики, если что хотите. Это в самом таком мелком случае. Вот, и ты выходишь на эти митинги и такой, ну ладно, все, сейчас жизнь моя, возможно, кончена, а возможно нет. Посмотрим, как сейчас все будет. И потом, блин, и был один эпизод. Я пошел один на очередной уже против мобилизации митинг. Один митинг был достаточно впечатляющим. На Арбате была прям-таки гигантская толпа. Скандировали, мы не мясо и так далее. И люди выходили из магазинов. Это было круто, конечно, ощутить это единение. Ну и, конечно, как-то, да, вместе с вот этим, такое фатальное принятие. Ты понимаешь, мимо тебя менты бегут, бих, кого-то они там уже мочат дубинками, а ты вроде шел спокойно, ну как бы не знаешь, ну не мне вам, как бы вам рассказывать. Таких историй миллион. Мне-то как раз повезло, ничего не случилось, и это было круто поучаствовать в этом. Моя-то задача была в чем? Вообще не уезжать из России. Ну я как на это смотрел. Вот там Илья Яшин остается, там Навальный еще жив был. Вот мы остаемся, и если мы все сейчас уедем, а что останется тогда? Ну то есть, чем меньше нас, тем хуже, так мне казалось. Поэтому теперь я понимаю, что я, наверное, все правильно делал. И хорошо, что я сходил на эти митинги, потому что, если бы я на них не сходил и оставался, ну, наверное, тут было бы ни туда, ни сюда. А в итоге получилось как? Я оставался, и когда уже совсем все стало опасно и запахло жареным, я в какой-то момент вот так уехал, но уехал даже как будто по велению этого профессиональной этики. У нас шли разговоры постоянно с группой, что что же мы в разных странах, ни клип снять, ничего нельзя, ни репетировать. И я такой в какой-то момент подумал, ну да, надо уже ехать, работать невозможно. Ну и, конечно, это такое решение, оно так... Ускорение мне придало, конечно, все, весь контекст остальной политический. Ну и было чувство уже, ну что ты, ну вот ты сделал. Похоже, что все, что сделать можно было, все, что можно было успеть, и не привояя себя в жертву, раз и навсегда и окончательно. Я по горло сыт, подлыми людьми. Это салат сыт, моя вера в мир. Это грязный цирк, смех над бедными. Это салат сыт, моя вера в мир. Есть ли у вас родственники или друзья, которые поддерживают войну? Я, честно говоря, не считаю, что там вообще много субъектности вообще в этой поддержке-то. Ну вот таких, чтобы вот так, прям, такого точно нет. Ну бабушка у меня, ну она Путина любит, да, ну она только телевизор смотрит. Она даже смартфоном, она даже кнопочным телефоном-то особенно не знает, как пользоваться. Ну она говорит, ну разве могут по телевизору врать? Ну с этой точки зрения, как бы, я не могу сказать, что она поддерживает или не поддерживает. Потому что когда мы с ней об общечеловеческих ценностях говорим, это один человек. А когда говорим о чем-то, что можно верифицировать или наоборот вспоминать, что по телевизору говорят, тут чуть-чуть вот уже как-то преломляется картина. Как удается выстраивать отношения с людьми, поддерживающими войну? Я сначала вел какие-то разговоры, встречался с музыкантами даже, которые другого мнения, пока был в Москве, что там пытался узнать. А в какой-то момент у меня как отрезало, и я решил засейвить те отношения, которые остались, потому что со многими отношениями разорвались почти сразу. Ну многих триггерило просто, что ты в принципе выкладываешь политический контент постоянно, потому что ты высказываешься, многие такие, а, давай, инстаграм для еды, давай. Я тебя убираю, твои, как бы, ну это скрыть истории и так далее. Вот, а с теми, с кем общение какое-то осталось, соприкосновение, я более-менее стараюсь хотя бы его не портить, войну вести, как бы еще одно внутри войны я развязывать не собираюсь. Я думаю, что потом мы обо всем поговорим. Вот так мне кажется. И я имею в виду, что не призовем к ответу, а мне кажется, что те, вот лично, я вот говорю только за себя. Лично те люди, с которыми я потом смогу поговорить, я с ними поговорю, и это будет хорошо и нужно. С бабушкой, конечно, я стараюсь. Недавно у меня случился, наверное, первый серьезный разговор о политике с бабушкой. Первые случались, наверное, вот когда после 24-го, до этого там связано с Навальным, но там я, скорее, старался не затрагивать эту тему. А вот сейчас, совсем недавно, мы прямо-таки поговорили, и я из Саратова, она очень любит Володина. И я вдруг спросил у бабушки, ну что, что вот Володин этот, какой он молодец, говорит. Я говорю, ну этот же Володин, представляешь, он создал мне условие, что мне просто приходится уезжать. И еще и объясняет, что это я родину не люблю. Он на моей налоге живет, там, значит, жирует. И, ну, короче, об этом мы серьезно поговорили. И мне кажется, конечно, сердце бабушкино разбито было, но не поговорить, бабушка старенькая тоже потом. Я вот здесь не знал, как лучше не поговорить совсем, или поговорить и потом жалеть, что был... Ну, ты не можешь не быть грубым, да, в этом случае. Но я решил, что уж уж я успею поговорить, что-то сказать. О, господи, это, короче, тема тяжелая вообще. Блин, у меня есть видео. Я последний раз был в Саратове у бабушки в 22-м году, в самом начале. Я приехал Новый год отметить. Елку купил, там, всех собрал за столом, значит. У меня не самая дружная семья, но мне вот удалось, из кого создать семья, собрать за столом. И вот мы сидели, значит, общались. И я когда уезжал, это был январь. Я уезжал, и в такси уезжаю, бабушка вышла меня к подъезду встретить. Я снял на телефон, думаю, что ж ты делаешь, зачем ты снимаешь, что ты вечно вот это вот конструируешь, такую реальность, где... А, может быть, мы и не увидимся. А вот так оно и вышло, ужас. И ты стараешься не смотреть это видео, это просто сразу слезы, и тяжело очень. Кто виноват в этой войне? Путин начал же войну. Что ты сейчас докажешь? По-моему, все суперочевидно. По-моему, даже не надо искать виноватых-то. Политик, который не смог договориться, а потом оправдывается, что вот нас вынудили, ну что это такое? Такой человек вообще, ну, с самой тряпкой гнать надо такого человека. Ну что это? За наши же деньги, за наши же налоги сидит, и потом говорит, я, а меня кто-нибудь спросил? Вот это тоже интересно. С бабушкой я разговаривал, говорю, бабуля, я всю жизнь пытался стать музыкантом в стране, в которой нет даже этой индустрии. У меня получилось, и меня всю жизнь никто даже не замечает. Но, по сути дела, для властей это такая какая-то серая зона какая-то. И экономически это такая полусерая зона. Это очень странно все. И потом еще начинается такое, и никого никто еще не спросил. Ну что это такое? Ну кто начал, тот и виноват, конечно. Чувствуете ли вы свою ответственность за происходящее? Мне кажется, точнее, я уже почти уверен, это часть государственной политики. Вот это сделать людей мотивированными, не участвовать ни в чем, считать, что все за нас решили, все, работаем и нормально. Тебя уже сто лет в обед приучили, что нельзя вмешиваться, всюду ставленники вот эти лояльные. И, в общем-то, профессионалу дорога практически везде закрыта. Либо ты в серой зоне, как музыкант, там ты можешь быть профессионалом, там ты можешь быть руководимым моральным компасом. А если ты, например, в какой-то отрасли, где все назначенцы, то есть, собственно говоря, сплошной вот этот, как бы, мерзкий уют, вот такой гниющий. Вот там, мне кажется, укол реальности очень остро чувствуется. И поэтому, мне кажется, люди так, они все глубже и глубже вот так уходят вот в это отрицание, незамечание и так далее, и так далее. И потом вы спрашиваете этого человека, ну и что ты, ты же виноват. И он еще глубже уходит туда, мне так кажется. Отмазывать никого, конечно, я не могу и не стану. Но вот я сейчас задумался, на самом деле, такой вопрос-то банальный, уже миллион раз прозвучавший об ответственности. А мне кажется, сейчас нет никакого на него ответа. Вот опять же, в том смысле, что мог ли я что-то еще сделать, да я просто не знаю, если честно, откровенно говоря. Ну, я мог там пойти на самосожжение, да. Я мог там, я не знаю, что сделать, там пожертвовать собой. Ну, то есть, только такие методы, как будто бы уже, все другое, как будто уже перепробовано. Вот мы там собираемся, вот мы все, что нужно, институты какие-то низовые, все это организуется, все это делается. Туда донатишь, сюда донатишь, тут поддерживаешь, там на митинг вышел, хотя знал, что конец тебе после этого митинга. Ну, хорошо, выходишь. Фантомный судья, который тебе может такой вопрос задать, он в итоге-то судит по гамбургарскому счету. Ну, не сделали же ничего, он все же продолжается, да. Вот, а мне кажется, что надо сравнивать с тем, что если бы вообще ничего не делалось. Вот здесь будет разница гигантская, я считаю. В общем, с одной стороны, я здесь стараюсь не терять связку с реальностью, но с другой стороны, я, как, наверное, человек глубоко рефлексирующий, и нет выбора не рефлексировать. Я иногда нет, как бы, рефлексируешь сразу все, все, что на тебя сваливается. Тут, конечно, да, я иногда могу и немножечко, и так, по-нехорошему позагоняться. Да что же я там себя не сжег на площади? Ну, это, конечно, так не надо делать. Надо быть живым, надо работать, надо продолжать.